Здорово, Витёк! Ну что? Тимоха, ну что ты за человек? Я сказал, тебе всё будет. Не переживай. Слушай, извини, опаздываю. Ну ты достал. Никакого опровержения не будет. Все доказательства у меня на руках. Вот только не надо меня пугать. Витёк, ты что трубки не берёшь? Ты продинамить не решишь? Давай потом, важный разговор. У тебя постоянно важный разговор. Тихо ты, разговор на диктофон пишу. На ремни меня порежете? Прекрасно. Какие ещё варианты? Витёк, хорош прятаться, выходи. Ладно. Витёк, я знаю, ты дома. Хочешь, чтобы я дверь сломала? Ты что, совсем оборзела? Открывай. Турман. Ладно, Витёк. Я подожду. Жрать захочешь, выйдешь по-любому. Или ты там решил с голоду сдохнуть, а? Витёк! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ На передней стороне шеи гематома округлой формы, видимо жертву душили, но других признаков асфиксии нет. Вообще, судьба обстановки здесь драка была. Да, у трупа на костяшках пальцев ссадины. Но, между прочим, не из дешевых. Слишком пафосно для пьяной бытовухи. Да и вообще, не пристало двум благородным донам начинать мордобой, пустошив бутылку лишь наполовину. Да, и сама она не разбита, хотя в драке ее можно было использовать как оружие. Ну, вот и паспорт. Алдонин Виктор Николаевич, 27 лет. Так, земельный участок и коттедж, в котором обнаружен труп, принадлежат господину Алдонину. Алдонин ввел популярный блог в интернете. Как нас обманывают торговые сети. Думаю, ответ на вопрос, были у Алдонина враги или нет, очевиден. Мне нужна вся информация по этому видеофайлу. Есть аналогичное видео. Так, выложено в соцсети четыре дня назад и закружено с IP-адреса Алдонина. А бритый паренек, судя по комментариям в виде, некий Александр Мальцев. Так, вот все школьные фото выпуска Алдонина. Мальцев его одноклассник. У Мальцева собственность из Черный Седан. Запрошу о нем данные в системе «Поток». Значит, шума вы не слышали? Машина подъезжала. Через десять минут уехала. А что за машина? Седан черный. Водителя не видел. И в котором часу это было? Четыре. А может пять. Так, автомобиль Мальцева в 16.02 зафиксирован камерами ГИБДД на Шелеповском шоссе. Это как раз при повороте в коттеджный поселок. От поворота до дома Алдонина три-пять минут езды. Во время убийства Мальцев был в поселке. Угу. Судя по геолокации телефона, он сейчас дома. Мне кажется, Мальцев не захочет с нами общаться. Ага. Путь собрался. Присесть на дорожку забыл. Угу. 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 Грехи будешь отмывать? Мы тебе поможем. Отмойте. Сегодня ваша машина была возле дома Виктора Алдонина. Зачем вы к нему приезжали? Поговорить хотел. Он в блоге написал, что я гонщиком краденые тачки типа за пределы области помогаю вывозить. Бред. Ваш конфликт с Алдонином начался еще со школы? Одноклассники придурки спалили автомобиль директора. Я указал кто. Вот они мне отомстили. А я считаю, я правильно поступил по чести. И как после школы складывались ваши отношения с Алдонином? Да никак. И думать про него забыл. Третьего числа вы выписали Алдонину штраф за выезд на встречную полосу. Наверняка и права забрали. Так у меня в препятствии на полосе. Конечно, я на встречку выехал. Нарушение зафиксировано на регистратор служебного автомобиля. Документы, пожалуйста. Так это ты, скотина, мне подставу организовал? Тихо, тихо, тихо. Герой, на сотрудника при исполнении. А ты мне еще поплачешь, тварь. Мало того, что он видео, на котором они меня обривают, разослал по всему управлению. Он на меня компромат состряпал. Меня в службу собственной безопасности таскали. И вы пошли на убийство? Да не убивал я его. Тимоха, заходи, открыто. Ты что творишь, гнида? Незаконное проникновение, мальцев. Быстро удаляй все, что ты про меня написал. И делай опровержание. Пошел вон мусор. Парикмахерская за углом. Повреждение кожных покровов на волосистой части головы Алдонина носит посмертный характер. Причем обрели его не сразу. С момента смерти прошло около часа. В поврежденных тканях отека нет, а гистология показала, что в кровеносных сосудах отсутствуют лейкоцентарные тромбы. Причина смерти асфиксия? Нет, но попытка удушения была. Об этом говорят гематомы на шее. Но характерных для асфиксии изменений в тканях нет. Я еще не закончила, но, возможно, у Алдонина слабое сердце. А при неполнокровии органов кровоизлияния могут быть слабо выражены. Если Алдонин страдал сердечным заболеванием, то наверняка должен был наблюдаться у специалиста. Я уже запросила медкарту Алдонину по месту жительства. А Холдова попросила поискать информацию о покойном на серверах частных клиник. Возможно, ответ на наши вопросы в его истории болезни. Я вас очень прошу, вы постарайтесь точнее вспомнить время, когда отъезжал от дома Алдонина седан черный. Вот, я с мамой поговорил в три десять. Потом я поел, потом... Подождите, там же совсем немного времени прошло. Я когда на улицу вышел, я видел, как машина председателя проехала. Они должны были с ним встретиться по дороге. А у председателя в машине видеорегистратор. Даже так? Галина Николаевна, в компьютере Алдонина есть два ролика с издевательствами над Мальцевым. Абсолютно одинаковых. Но один в архиве Алдонина под паролем на жестком диске, а второй, как прописано в свойствах видеофайла, скачан из интернета. Что это нам дает? Файл загрузили по ссылке из почтового ящика Мальцева. Когда? В шестнадцать пятьдесят. Уже после смерти Алдонина. В общем, преступник прошел к дому от дороги через лес. Здесь по тропинке напрямик полтора километра. Перелез через забор, ну и таким же образом вернулся. Я взял образцы почвы. Исследуем ботинки Мальцева и сравним. Запись видеорегистратора поселкового главы. Шестнадцать сорок три. Так, машина Мальцева пустая. Вы задушили Алдонина и скрылись с места преступления. Но затем вы решили вернуться, чтобы пустить следствие по ложному пути. Вы оставили машину, вернулись через лес, перелезли через забор и обрили Алдонина наголо. Я правильно предлагаю? Вы не знали, где в компьютере Алдонина хранится ролик с издевательствами над вами. Поэтому вы скачали его еще раз по ссылке из своей почты. Затем вы удалили в браузере историю посещений, стерли отпечатки и вернулись к своей машине. Это все домыслы. На коврике вашей машины обнаружены частицы почвы. Они идентичны образцам взятым в лесу и возле дома Алдонина. Не сотрешь, я тебя удоплю. Эй, парень. Парень, ты чего? Обнаружен труп Виктора Алдонина, автора множества острых интернет-публикаций. Блогера задушили и обрили наголо. Под подозрение попадает сотрудник ГИБДД Александр Мальцев. С убитым его связывает давняя вражда. Еще в школе Мальцев был обрит наголо одноклассниками во главе с Алдонином. Мальцев под давлением улик признается, что задушил Алдонина. Ну что, коллега, дело раскрыто? Да вот кое-что не стыкуется. Частицы ткани забора Алдонинского дома не соответствуют ни одному предмету из гардероба Мальцева. Алдонин умер от остановки сердца. У него была синусовая бродикардия, заболевание, характеризующееся замедленным ритмом. А в крови у него обнаружен билитоксин. Препарат, который категорически противопоказан людям с его заболеванием. И, видимо, билитоксин и спровоцировал остановку сердца. Галина Николаевна, в вине из бутылки, изъятой у Алдонина, действительно содержится билитоксин. А отпечатки пальцев-то бутылки есть? Да, причем все они приезжают одному человеку. И это не Мальцев, и не Алдонин. Пробил по базам, совпадений нет. Убийство было тщательно подготовлено. Преступник знал, что Алдонин страдает сердечным заболеванием, при котором прием билитоксина окажется смертельным. Сердечный приступ и никаких подозрений. Если бы к Алдонину не приехал Мальцев, все бы так и произошло. Нужно проанализировать публикации Алдонина и понять, кому он так сильно мешал. Никакого опровержения не будет. У меня на руках все доказательства. Ты кого развести решил? Я твои доказательства теперь же сожрать заставлю. Вот только не надо меня пугать. Слушай, не хочешь по-человечески договориться? Я на ремини тебя порежу. Какие еще варианты? Вариантов у тебя нет. Будешь дальше меня грязью поливать? Тебя где-нибудь в подворотниках собаку придушат, понял? Запись была скопирована в компьютер Алдонина в день его смерти. Похоже, Алдонин кого-то шантажировал. Значит, в этом видеоролике некто обличает верхнехомских чиновников в коррупции. Алдонин утверждал, что он сам взял интервью в Верхнехомске, но по данным выписке кредитной карты он в этот день был в сызме. Выходит, правдоруб Алдонин не брезговал фальсификацией доказательств? Хронометраж записи минуты две секунды. В телефоне покойного разговор с такой же продолжительностью. Номер корпоративно зарегистрирован на представительство торговой сети фермы. Добрый день, федеральная экспертная служба, капитан Данилов. Здравствуйте, Карташов, слушаю вас. В компьютере Алдонина есть данные об его электронных кошельках. На них переводились довольно большие суммы денег. Удалось установить отправителей? Да, это все фигуранты разоблачительных материалов Алдонина. Журналист-вымогатель. Извините, у меня сейчас завещание. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если вы посетите наш офис. Всех благ, извините. Что и требовалось доказать, один и тот же голос. Значит, Алдонину угрожал руководитель департамента закупок торговой сети фермы, господин Карташов. Подними-ка всю информацию по ферме и сопоставь с тем, что Алдонин накопал против. Алдонин обвинял Карташова и Исаева в том, что они на прилавке своей торговой сети выставляли иностранные продукты, выдавая их за продукцию отечественных фермеров. Алдонин был против такой трактовки импортозамещения? Да. Так вот, уже в процессе скандала Исаев попадает в автомобильную катастрофу, садится пьяный за руль. Ну, в общем, несчастный случай. А Алдонин утверждает, что это Карташов убил своего подельника, чтобы избавиться от свидетеля. Ну, дескать, после всей этой шумихи, которая поднялась после публикации Алдонина. Что у нас есть по убийству Исаева? Да вы понимаете, Калина Николаевна, вроде бы на первый взгляд все чисто, но есть маленькое но. Суд медэксперта, который давал заключение по смерти Исаева, привлекли за подлог. Выяснилось, что он за взятку сфальсифицировал результаты другого вскрытия, и убийца едва не вышел на свободу. Вот я и подумал. Может, с Исаевым та же история получилась? Карташова задержать. Запись угроз Алдонина у нас есть. В ферме нужно произвести выемку документов. В первую очередь нас интересует договор с Исаевым. Ну, и будем проводить изгумацию. В мои обязанности входит подготовка договоров нашей фирмы с поставщиками. После чего Карташов их подписывает. Значит, договор с Исаевым для Карташова готовили вы? Нет, я не готовила. Я о нем узнала, когда поставки уже пошли. Лариса Петровна, вы чего-то боитесь? Я? Да нет. А чего мне бояться? Боюсь. Я боюсь, что меня уволят. Если Карташов брал взятку у Исаева, уволят его. Такая шумиха, сами понимаете. Придет новый начальник, новая метла эта. Вчера в первой половине дня Карташов был вовсе? Да, как обычно. А его работа связана с переговорами, поэтому он уезжал ненадолго. Может, на час или на два. Карташов, вот эту бутылку мы нашли в доме Алдунина. На ней ваши отпечатки пальцев. Прокомментируйте. Я не знаю. Это провокация. Да, я не отрицаю, что я люблю это вино, но... Подбросили? Да. Нашли бутылку с моими отпечатками и подбросили к Алдунину. Вот и все. Карташов, ну, вы подумайте сами. Странное какое-то совпадение. Да, с одной стороны, звонки Алдунину с угрозами делаете вы. А с другой стороны, бутылку с ядом и вашими отпечатками пальцев ему подбросил кто-то другой. Ну, как-то вот... Вы полиции, вы и разбирайтесь. Да, звонил. Да, угрожал. Деньги предлагал. Да чтоб эта сволочь заткнулась! Пока он не стал меня поливать по-моями, я был главным претендентом на перевод в центральный офис. Вы понимаете? Я понимаю. Вы сядьте. Сядьте и успокойтесь. Да. Спасибо. По вашим же словам, получается, что мотив у вас был. Я не знаю. Ну, вы хоть алиби мое проверьте, а? Юрий Юрьевич, вы, как заместитель Карташова, конкретно чем занимаетесь? Воды? Не-не-не, спасибо. С вашего позволения, я себе. Я работаю с действующими поставщиками. Отвечаю за договора поставок, сроки, условия, цены. И также веду работу по поиску новых поставщиков. Может быть, выйдем? Здесь очень жарко. Да, конечно. Значит, это вы рекомендовали Карташову Исаеву? Нет. Я вообще не понимаю, откуда он выплыл. Как же так получается? Знаете, я последнее время из командировок вообще не вылезаю. По поручениям Семена Ефимовича. И тут он неожиданно заключает большой договор с Исаевым напрямую. Начальству, как говорится, виднее его. А вам известно, в чем обвинял Карташова блогера Алдунина? Да, ну, я, честно говоря, в это не верю. Это просто не в стиле Карташова. Идти на это ради отката. Он просто честный человек, это во-первых. И во-вторых, крайне осторожно. Мотив у Карташова, конечно, есть. И с алиби проблемы, но… Единственная прямая улика против него – это бутылка из-под вина, со следами били токсином. Очень подозрительная бутылка. Да уж, в комнате все верно, как смерч прошел, а ее чудом миновал. Да, и получается, что тот же смерч унес бокал, из которых пили вину. Ну, или Карташов Валдунина из горла вину заливал. Возможно, после изгумации Исаева появятся какие-то зацепки. Завтра утром труп должны доставить. А где же труп? Убит известный блогер-разоблачитель Виктор Алдонин. Причиной смерти журналиста стало отравление. Выясняют, что Алдонин обвинял топ-менеджера крупной торговой сети Карташова в убийстве бизнес-партнера Исаева и махинациях с закупками. Проверяя эту версию, проводят эксгумацию и обнаруживают, что тела Исаева в гробу нет. В общем, в результате аварии Исаев сильно обгорел. Родственники решили хоронить его в закрытом гробу. Последними, кто его видел, жена и мать. Накануне похорон около одиннадцати часов. Гроб закрыли при них, ну и подготовили к транспортировке на кладбище. Так, смотри. Тело родственникам передали в девять часов утра. Получается, были сутки на похищение. Значит, подгадывали момент, когда персонала не будет рядом. Смотри-ка, камера. На руках труп просто так из больницы не вынесешь. Надо машину искать. Алдонин в своих постах утверждал, что Исаев через поставные фирмы оформлял контрабандный импорт как отечественную продукцию. И при вашей небезвозмездной помощи сбывал ее через сеть ферма. Нет, это ложь. Это неправда. Это договор между фирмой и компанией Исаева. Ваша подпись? Нет. Нет, это подделка. Фургон фирмы «Лесные родники» — единственная машина, не принадлежащая больнице, которая в тот день находилась на территории. Слушай, «Лесные родники» — крупная компания. Наверняка машины оборудованы GPS-трекерами. Ну, для отслеживания передвижения. Давай-ка я наших озадачу. Номер машины известен? Карташов утверждает, что его подпись на договоре с Исаевым подделана. Похоже, взламывать базу трекеров не придется. Я знаю, кто украл труп. Труп. Здрасте. Здрасте. Ты трубку дадил? Стоять! Стой! Галина Николаевна, подпись Карташова на договоре с Исаевым подлинная. Понятно. Карташов утверждает, что никогда лично не встречался с Алдонином. Проанализируй геолокацию их телефонов. Возможно, они где-то все-таки пересекались. Витек Алдонин. Я ему помогал, типа, позвонить от чужого имени, письмо доставить, а он мне за это бабос подкинул. Ну, штуку там, две. Ты зачем украл из морга трупов? Так, Витек сказал, машина сломалась, вечером в больнице встреча, а потом домой закинешь. А он мне смотрю, в воду берет. Я, типа, заплачу. Открывай фургон. Да пошел ты знаешь куда. Я в тюрягу не собираюсь. Я что ли собираюсь? Открывай. Я все продумал, никто ничего не узнает. Дай мне, братуха, влаки его обратно. Бабла хочешь? Реально много. А походу, кинул в итоге. Я ж когда его нашел, это, бритым, я ж за бабками пришел. Чего? Сколько мне светит-то? Ну, брат, тут дело серьезное. Плюс сопротивление органам. Да я чисто это, рефлекторно. Вы ж когда про труп сказали, мне планку снесло. Ты так и не сказал, где труп? Да я не знаю, я их с трупом за городом выгрузил и уехал. Из фургона лесные родники. Такая же ткань была в багажнике машины Алдонина. Белый атлас. Погребальное покрывало. Облачение для покойников и платье для невест шьется из одного и того же материала. Прощальные наряды. И Нютин вроде бы невест не похищал. Значит, труп после фургона лесные родники перекочевал в багажник машины Алдонина. Алдонин выкрал труп Исаева. Затем стал намекать на необходимость эксгумации. Добивался того, чтобы все увидели, что трупа нет. Зачем? Алдонин шантажировал тех, на кого получал компромат. Гробу трупа нет и он мог безнаказанно писать на Карташова все, что угодно. Исаев жив, скрывается за границей и прожигает денежки, нажитые с помощью Карташова. Он загонял Карташова в угол. Алдонин уже загнал Карташова в угол. Карташов предлагал ему деньги, но Алдонин не взял. И продолжал настаивать на повторном расследовании смерти Исаева. Чего он добивался, зная, что тело Исаева не найдут? Так, следы машины есть. Координаты зафиксированы навигатором машины Алдонина в день похищения трупа здесь. Значит, за мной. Вешки разгребите, я газоанализатором пройду. Еще, 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 еще. Отлично. Перекрывай. Перекрывай. Калина Николаевна, я, кажется, нашел место, где лежит труп Исаева. Пока могу сказать, что мои выводы относительно причины смерти полностью совпадают с выводами коллеги, проводившего первое вскрытие. Травмы, полученные при аварии. А версия отравления? В крови еда не обнаружено. На барбитураты тест отрицательный. Так что, снотворные тоже исключаем. Понятно. Я посмотрел машину Исаева. До аварии она была в исправном состоянии. Гибели Исаева – несчастный случай. Все остальное – домыслы Алдонина. Я вот одного не понимаю. Чего Алдонин добивался? Алдонин мог работать на заказ. То есть, по-вашему, кто-то хочет подставить Карташова? Например? Что, если Карташов действительно не вступал в сговор с Исаевым? Как? Ну, подпись на документах-то его. Их могла подменить Зорькина. Она же готовит документы Карташова. Вы знаете, я не идиот, чтобы чистые листы подмахивать. Все договоры перед подписанием я тщательно изучаю и проверяю. Вы Зорькиной доверяете? Да. Почему? Ну, я знаю ее. Давно. У нее есть причины мстить вам? Мстить мне? Семен Ефимович, речь идет о вашей свободе. Мы были когда-то любовниками. Она проявила инициативу, я... А я не возражал. Вы порвали эти отношения? Да, она забеременела, я попросил ее, приказал сделать аборт. Да нет. Я повысил ее в должности, у нее хорошая зарплата, мстить мне. Это глупо. Итак, у меня в руках договор. Подпиши. Вуаля. Вуаля. И поехали. Вуаля. Объясняю. Термохромные исчезающие чернила. Карташов подписывает один договор. Потом лист нагревает и красящий пигмент обесцвечивается. А поверх печатается договор Исаева. Значит, Карташова все-таки подставили. Получается так, убийца подменил договор, а затем похитил бутылку вина с пальчиками Карташова, отравил Алдонина и подбросил ему эту бутылку. Значит, нужно привлекать Семена Ефимовича к сотрудничеству. Все очень просто. Микрофон на липучке, легкое прикосновение и он уже держится на одежде. Постарайтесь закрепить его или под лацком, или за воротником. Вы все запомнили? Да. Я попробую. Значит так. Первое. Провести полную ревизию контрактов за этот год. Второе. Сообщить всем. Завтра будет проверка на детектор лжи, чтобы быть всем. Приедет специалист. Что с тобой? Не знаю, давление, наверное. Ну-ка, тихо. Так, присядь. Сейчас воды принесу. Зачем детектор? Из-за договоров с Исаевым, понимаешь, их сфабриковали, понимаешь, это липа-липа-липа. Я ничего не подписывал. Ничего-ничего. Полиция разберется, обязательно разберется, как это произошло, а я ей помогу. Я обязательно найду эту сволочь. Побежит к сообщнику, начнет жаловаться. Нет, тот, конечно, начнет ее успокаивать. Может быть, предложит скрыться. А может, грохнет. Угу. Как Алдунья. Таня, отслеживай геолокацию телефона Зорькиной. Возможно, в опасности. Ее нельзя потерять. Пена! Эй, молодцы. Что случилось? Чуть-чуть-чуть. Что случилось? Галина Николаевна, машина зарегистрирована на Рябкова Геннадия Львовича. И он же сейчас общается с Зорькиной. Он врач, сердечно-сосудистый хирург. Малыш, рассказывай, что случилось? Гена, меня посадят в тюрьму. Как ты сказал? Ну, кто тебе такую глупость сказал, а? Какая тюрьма? Пусть они сначала докажут, что это ты подделала документы. Да, я как минимум в курсе аферы с Исаевым. Завтра на полиграфе проверка. Вот они все и докажут. Полиграф, говоришь? Ну, не ходи завтра. Я тебе, в конце концов, в больничный выпишу. А послезавтра ты мне что, на всю жизнь в больничный выпишешь? Послезавтра. Послезавтра. Слушай, помнишь, как мы мечтали с тобой, а? Плюнуть на все, уехать. Уехать, чтобы никто не знал, куда. Давай. Деньги у нас есть. Ну, я тебя прошу, решайся. Поехали. Давай. Сейчас домой, собираешь вещи, а я за билетами. Ага. Костя, задерживайте Рябкова. Задержание необходимо провести в безлюдном месте, чтобы свести к минимуму риск случайных жертв. Рябков может быть вооружен. Понял. Ты как сюда попал? Ты хочешь сказать, тебя не интересует, почему я здесь? А это еще кто? Слушай, больше на меня не рассчитывай. Я все, я так больше не могу. Это же глупо. Мы почти у цели. Завтра будет проверка на полиграфе. Ничего страшного, ты ее пройдешь. Ты всегда так волнуешься. Полиграф ничего не поймет в твоей трепетной душе. Я устала. Я каждый день сижу и жду, что Краташов подойдет ко мне и скажет, что я уволена. И это в лучшем случае. Ты же сказал, что его посадят из-за смерти этого блогера, а его выпустили. Я прошу тебя, ну отпусти меня, пожалуйста. Лариска, успокойся. Я устала. Я уже все для тебя сделала. Я не могу больше! Помогите! Зорькина без сознания. Скорая нужна. Срочно! Зорькина рассказала нам о том, что вы задумали. О том, как использовали ее в своих целях. А кроме того, в вашем принтере обнаружены следы картриджа с исчезающими чернилами. А в навигаторе вашей машины зафиксирован маршрут до опушки леса, рядом с дачей Алдонина, в день его смерти. Ворсинки ткани, снятые с забора Алдонина, идентичны ткани вашей куртки. Плюс, в вашем компьютере обнаружены запросы по брадикардии, которой страдал Алдонин. Ну что же, вы свой выбор сделали. Я хочу сделать чистосередачное признание. Суд это учтет. На меня вышел Исаев. С выгодным предложением. Но Карташов уперся. Тут я придумал, как отправить его на пенсию с помощью Алдонина. Исаев наладил упаковочное производство. На импортную контрабанду клеят этикетки отечественных производителей. И что мешает вам это продавать? Честность моего руководителя. А что с летначальником были вы? И все получилось. Я договорился с Зорькиной о сотрудничестве. Мы вместе поделали договора. Товар Исаева попал на прилавки фермы и пошел в лед. Алдонин поднял вой. Если бы не этот придурок Исаев. На радостях купил себе новую машину и разбился, идиот. И тут Алдонин мне такой счет выставил. У меня просто не было другого выхода. Как вы узнали о его болезни? Он сам как-то растрепался. Я просто залез в интернет, там все было написано. Продолжайте. Травил я его во время ужина в ресторане. Алдонин был жадной до халявной еды. Где вы взяли бутылку вина с отпечатками Карташова? Зорькину помогла. Карташов любит в офисе вечерком винцом себя побаловать. Я просто взял эту бутылку и добавил, туда были токсины. Отвез ее на дачу. Алдонин.